Вход разрешен, но только ремонтным бригадам. Отделение реабилитации не работает с апреля. Эти полгода медсестры и санитарки были при деле. На посылках специалистов ковидного госпиталя работали замрот. На днях их ставку урезали, причем задним числом. 15 октября нас пригласили в отдел кадров и показали приказ, что с 1 октября мы находимся на 2 трети. Хотя у нас санитарки ходили в Белоярскую больницу, отмывали после ковида поликлинику. Мы находились на рабочем месте в выходные дни, выходили в семиэтажку, готовили госпиталь. 2 трети – это 3000 в месяц, посчитал медперсонал. Документы о переводе на такую зарплату подписали все 30 сотрудников реабилитационного центра. Но говорить на камеру осмелилась только Ирина. И она переживает не столько за себя и свою семью. У нее двое детей, сколько за пациентов. Ладно, ковид, но есть же и травмы, здесь и разрабатывались травмы тяжелые, и хондрозы постоянные, дети от невропатологов. Оставили просто людей без медпомощи такой. Медперсоналу, конечно, предложили альтернативу – работу в ковидном госпитале. Конечно. И поликлиническое звено есть. Кто из них пошел работать в регистратуру? А в регистратуре все девочки позаболели. Это работа, за которую платят деньги. А сетей ничего не делать, им хоть получать деньги, это немножко другое, правда? И начинается вот нас, вот там задним числом. Вот это я комментировать вообще не буду. На защиту медиков и в целом за доступность медпомощи в Новоалтайске вновь выходят местные депутаты. А их обращение к губернатору становится только больше. Наш город, где проживает около 80 тысяч населения, лишили станции скорой помощи, единственного роддома, а также единственной больницы. Ситуация, которая сегодня сложилась, на данный момент, кроме как геноцида, я повторю, это больше никак не назовешь. На что главный врач больницы отвечает, сейчас под вопросом сама плановая помощь. Если сейчас ее не ограничить, то пандемия может длиться еще долго. Но как за это время не навредить остальным пациентам и не растерять сотрудников, никто не может ответить. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.